В зале больше тысячи человек. Врачи, учителя, аграрии, строители, журналисты на форум Единой России в Краснодар съехались со всего края. Подвести итоги праймерис так обозначили задачу встречи сами партийцы. В этом году предварительное голосование за кандидатов в депутаты впервые было открытым для всех. Впрочем, в числе первых единороссы были всегда, замечает Вениамин Кондратьев, открывая форум. Партия, которая сформировала правительство страны, имеет огромное доверие у населения. И эти позиции сегодня важно удержать, говорит глава региона. Сегодня самый основной запрос у населения, у нашего с вами населения, на справедливость. Они хотят не трескать дни и говорили о реальных и конкретных шагах по решению насущных вопросов. Чтобы система работала эффективнее, партия просто должна быть такой, какой ее хочет видеть народ. Не слугой чиновников, различных молстей, помогающих чиновникам где-то замалчивать проблемы, вопросы или как там, ретушировать их. А защищать простого человека, население от коррупции и бюрократизма. Именно бюрократизма в различных кабинетах. Партия не должна бояться указывать на недостатки власти любых уровней. Она должна быть объединяющей силой между властью и народом. В первых рядах на сцене те, кто прошли праймерис, теперь они полноправные кандидаты на депутатские кресла Госдумы. В основном это политические тяжеловесы. С ними на равных условиях за голоса кубанцев на предварительных выборов боролись новички. Это один из механизмов поиска новых лиц в партии, считает Вениамин Кондратьев. На дебаты рядом с политическими тяжеловесами были молодые люди, у которых есть собственное мнение, собственная позиция. И самое главное, что они не боялись отстаивать свою точку зрения. Я бы хотел, чтобы все кандидаты, которые прошли праймерис, предварительное голосование, они не потерялись. Это активные ребята с жизненной позиции. Они могут найти свое место и во власти, и в депутатском корпусе законодательного собрания. Они смелые. А если смелые, они должны быть рядом с нами. Они могут реально сделать эту жизнь другой, потому что они этого хотят. Это очень многого значит. На майский праймерис пришли больше полумиллиона жителей края. Такую поддержку кубанцев единороссы считают самой справедливой оценкой их работы. Но для тех, кто прошел этот политический экзамен, все только начинается. Обращается к партийцам председатель ЗСК Владимир Бекетов. В плане нашей работы сразу после съезда партии намечено провести во всех муниципальных образованиях края отчет перед избирателями о работе фракции за последние три года. Это же рекомендуется сделать 426 фракциям представительных органов городских округов, муниципальных районов и поселений. На этих встречах мы также будем разъяснять программу партии, с которыми «Единая Россия» идет на выборы. Голоса, которые получили кандидаты на праймерис, своего рода аванса с жителей края. И доверие теперь нужно оправдать, отметил Вениамин Кондратьев. Работа ради людей, а не ради привилегий, должна стать главным принципом всех, кто приходит во власть. Сегодня нелегко нашему президенту, увы, должны тоже это понимать сегодня. Наша страна – это супердержава на мировом Олимпе. И он делает все, чтобы с Россией считалось, и она оставалась супердержавой. А наша задача внутри сплотиться вокруг него, стать подушеренку. Будущее Кубани будет зависеть в том числе и от депутатов, которые представят интересы края в Государственной Думе. Их имена станут известны уже после выборов. Единый день голосования назначен на 18 сентября.